Тем временем в Петропавловске полным ходом идет реконструкция старинной мечети 1855 года. Чтобы воссоздать ее облик, в точности повторить задумки зодчих лет, сотрудники областного архива консультировались с коллегами из стран ближнего зарубежья. Репортаж нового времени. Соборная мечеть номер 4 построена в 1855 году на пожертвования азиатских купцов и местных жителей. Здесь также было медресе. Его создание историки связывают с именем купца Давлет Кельдиева. По официальным данным, в 1921-1923 годах в Петропавловске было 9 мечетей, 6 каменных и 3 деревянные. Историю же этого сооружения собирали буквально по крупицам. Сотрудники областного архива выезжали экспедиции в Санкт-Петербург. Часть документов предоставил Национальный архив Башкирии. Так обнаружили план схему объекта, а также переписки чиновников российской администрации о строительстве этой мечети. Были такие нюансы, что в 1837 году для всей России, для всех мусульман был утвержден единый проект строительства мечети. Было это одноэтажное, небольшое здание. А вот предложение наших земляков о строительстве этой мечети, он отличался. И нужно сказать, что почти два года обсуждали изменения в проект. И, конечно, в конечном итоге остановились на том проекте, который был предложен нашими петропавловцами, нашими купцами. Нужно сказать, что когда мы изучили этот проект, оказалось, что это очень красивое здание, одноэтажное здание. К слову, в областном архиве сохранились уникальные документы, а именно метрические книги соборной мечети номер 4, записями о регистрации рождения, браков и смерти. Внешние очертания мечети заметно преобразили. Стены укрепили и покрыли декоративной штукатуркой. Купол, минорет и мехраб золотого цвета. Для изготовления использовали нитрит титан. Музей исламской культуры будет несколько отличаться от первозданного вида мечети. Но авторы проекта попытались сохранить здесь атмосферу прошлого. Остались прежними стены и арочные окна. А также удалось восстановить минорет. Его высота 22 метра. Общая площадь здания порядка 300 квадратных метров. Здесь будет два зала, основной и малый. Член Союза художников Булат Осербеков отмечает, что оформление интерьера выполнено в камерном стиле. К слову, все материалы использованы в строительстве местного производства. Это касается и авторской плитки. Работать с такими объектами – это и честь, и сложно. Но я думаю, что все у нас пока получается. Готовность по контуру всему, что по закрытию крыши, стены и так далее, это уже снаружи практически закончена на 95%. А по интерьеру, где мы сейчас находимся, порядка 70% мы сделали. Потому что у нас практически все готово. Все это в основном идет сейчас в монтаж. Подрядная организация приступила к реконструкции мечети в декабре 2021 года. Ежедневно на строительном участке задействовано порядка 30 человек и 11 единиц техники. Сейчас идет работа по благоустройству территории у Музея исламской культуры. В скором времени здесь посадят ели, разобьют клумбы. Появятся лавочки и малые архитектурные формы. Предусмотрена и автостоянка. Индира Баймухамбет, Михаил Казначеев. Новое время. Петропавловск.